это проект географии инвестиций меня зовут евгений и мы продолжаем разговаривать про инвестиции и сегодня я хотел с вами поговорить о том во что лучше инвестировать и и можно ли bitcoin рассматривать как инвестицию давайте начнем с плюсов таких абстрактных плюсов по биткоину да и вообще про криптовалюту до недавнего времени плюсом было то что bitcoin и криптовалюту никто никогда не регулировал то есть государство не обращали внимание и не уделяли ей должного скажем так контроля но все меняется и теперь государство обратила внимание на криптовалюту и даже собирается и россия и допустим китай делать свой электронный рубль или юань из плюсов еще можно было отнести то что криптовалюту можно добывать самостоятельно то есть люди строили фермы и майнили тот же биткоин единственно для производства биткоина требуется очень много электроэнергии поэтому добыча криптовалютой не самый дешевый способ в последние годы bitcoin показал большой рост и так давайте разберемся и я расскажу вам свою точку зрения во что лучше инвестировать выгодно ли держать криптовалюту или все же нужно инвестировать в фондовый рынок на мой взгляд здесь все ясно и понятно фондовый рынок он всегда был есть и будет а криптовалюта может исчезнуть также быстро как и появилась все дело в том что государство в данный момент все сильнее начинают регулировать этот рынок если опять же сравнивать с акциями то криптовалюта на мой взгляд опять же проигрывает допустим давайте рассмотрим такую ситуацию вот у вас есть 10 биткоинов вы его покупали по 18 тысяч долларов за bitcoin чтобы вам зафиксировать прибыль вам его нужно продать то есть биткоина у вас уже нет точно также и на рынке форекс вы покупаете доллары евро другие валюты других стран чтобы вам зафиксировать прибыль вам их нужно продать к чему я это все к тому что нет промежуточного дохода то есть если вы покупаете акцию ну допустим нлмк то вам каждый квартал выплачиваются дивиденды чем дольше вы держите эти акции даже если они упали в цене вы можете реинвестировать тот доход от дивидендов увеличив свою позицию и получать больше дивидендов за счет большего числа акций в криптовалюте этого нет чтобы мне получить доход мне нужно продать то есть криптовалюта точно так же как и валютный рынок форекс это чистая спекуляция купил подешевле продал подороже давайте рассмотрим еще один вариант вы купили bitcoin держите его он вырос до баснословных там 100 тысяч долларов за один bitcoin и вы хотите его продать а покупателя на bitcoin нету и что вы будете с ним делать то есть bitcoin как актив он может исчезнуть также мгновенно сегодня он был завтра его нет здесь действует такой экономический аспект то что предложение рождает рост сегодня есть многое желающих купить криптовалюту но допустим нет продавцов цена идет вверх продавцы криптовалюты есть но нет покупателей цена идет вверх конечно можно на этой разнице зарабатывать но это очень рисковое занятие что касается рынка акции то здесь да не все компании платят дивиденды то есть не все компании вам приносят промежуточный доход есть акции роста есть стабильные дивиденды и компании почему же не все компании платят дивиденды все дело в том что некоторые компании свою прибыль пускают не на выплату дивидендов а на свое развитие допустим возьмем тот же яндекс он не платит дивиденды но он расширяет свою сферу деятельности за счет этого и может произойти рост цены акции этой компании в принципе акции роста и bitcoin они схожи то есть если вы собираетесь держать активы либо в акциях роста либо в биткойне то здесь по сути нет никакой разницы другое дело дивидендные активы вы покупаете акции того же сбербанка газпрома тот нефти можно конечно и на зарубежных рынках но на данный момент дивидендная доходность по российскому рынку достаточно высокая и большинство иностранных инвесторов приходят именно на наш российский рынок брокеру выгодно сделать из вас трейдера они долгосрочного инвестора потому что брокер зарабатывает именно на комиссии точно так же и на крипто бирже и на форекс и брокеру выгодно чтобы вы торговали максимально каждый день максимально каждый день максимально с плечами чтобы вы брали заемные деньги если вы инвестор вы можете спокойно торговать на собственный капитал и с годами его растить и приумножать то есть здесь вы по сути ничем не рискуете даже если мы вспомним 2008 год когда допустим акция сбербанка торговалась в районе 100 рублей и буквально в 1 час и она упала до 15 рублей тогда был кризис и все с ужасом продавали свои активы продавали сбербанк газпром просто весь рынок обвалился и ушел практически к нулю проходит время и что же мы видим акции сбербанка торгуются уже выше 100 в данный момент они торгуются в районе 350 рублей прошло 10 лет и если судить его там от стада она поднялась на 200 процентов но учтите то что вы могли еще докупить акции сбербанка по той низкой цене в 15 рублей и все это время получает дивиденды сколько бы вам пришло уже денег за счет дивидендов ежеквартальных очень большая сумма не всегда спекуляция выгодно иногда выгоднее держать в долгосрок выгоднее держать активы инвестируя фондовый рынок вы инвестируете в акции компании в компании работают множество людей компании развиваются то есть это то с чем вы сталкиваетесь каждый день выходите в магнит акции магнита торгуются на фондовой бирже выходите в пятерочку x5 retail group также торгуется на фондовой бирже вы покупаете хлеб молоко сахар все это производит компания rus agro она тоже торгуется на фондовой бирже и тоже платит хорошие дивиденды покупая акцию вы все равно покупаете часть того бизнеса который уже работает зачем вам открывать свой бизнес взваливать на себя тот груз ответственности если вы можете войти на те же деньги в ту же долю уже стабильный работающий бизнес инвестируйте правильно в описании под видео есть ссылка на открытие брокерского счета ставьте лайк оставляйте комментарии делитесь этим видео социальных сетях до новых встреч всем пока и